ТЭЦ-2 Задолго до входа. Территория перед мини-музеем обрамлена оригинальной оградой из металлических труб. Работа старшего сына Владимира Уланова. А вот дизайн отец разработал сам. За основу взял мордовский орнамент. Уланов художник по образованию и по духу. Любовь к прекрасному у него буквально в крови. Год назад в числе восхищенных посетителей музея оказался и городоначальник Сараска Петр Тултаев. Он признался, испытал культурный шок. Так глубоко погружает в прошлое коллекцию Уланова. Хранитель музея не растерялся и подарил градоначальнику керосиновую лампу. Культурное чудо обещали включить в городской туристический маршрут. Только почему-то до сих пор этого не сделали. А зря. Здесь много интересного. Журналисты на детище Владимира Уланова обращают внимание. А вот жители и гости города здесь бывают редко. Просто-напросто не знают о музее. На 20 квадратных метрах уместилась вся история Советского Союза. Если мы прогуляемся по музею, то совершим экскурс в историю. Смотрите, вот в этой экспозиции мы можем увидеть историю Великой Отечественной войны. Календарь 22 июня. И на часах 4 часа утра. Дальше идем. Здесь пограничный столб. Сидит собака. Все продумано до мелочей. Самим хранителем музея. Пройдем немножко дальше и наверху увидим радиолы, которые были как раз таки во время Советского Союза. А чуть пониже увидим уже достаточно новый магнитофон марки Sony. Чуть пониже фотоаппарат Zenit. И еще ниже мобильный телефон, который современному мобильному телефону уступает и в весе, и вообще в удобстве использования. Дальше мы можем увидеть предметы быта, которые используются до сих пор во многих деревнях. А прялка, между прочим, действующая. И если мы перейдем на другую сторону, то здесь увидим уголок, которому мы не смогли остаться равнодушными и назвали его журналистский уголок. Вот посмотрите, вот так вот выглядел военный фотокорреспондент. Передвигаемся дальше. Видим детские игрушки, спортивную часть. И действительно здесь все продумано до мелочей. И дело будет жить до тех пор, пока хранитель музея Владимир Уланов и его семья будут бережно хранить историю. Ну а те, кто любит как раз такие истории, могут прийти сюда и вернуться в СССР. Деревянные полки Можно ее в руки взять. Весит, конечно, она килограмм 5-6. Но такая камера знаменитая в космосе была. Титов выходил в открытый космос и снимал. Может даже землю. Наш земной шар. Такой раритет получается. Да. Это с 59-го года. В общем, все она нравится. Мне тоже в том числе. А появился на вас сравнительный ребенок, да? Ну, года три назад. Мальчишке предложили. И мы не стали отказываться с сыном Денисом. Подремонтировали, подкрасили. И она стала у нас знаменитой камерой. Сущинский тоже, похоже, снимал такой камеры. Но сейчас его нет. Погиб на фронте. А такие камеры у меня в памяти остаются. Сколько вещей в экспозиции со счету собьешься. Не берется за культурную ревизию и сам Владимир Николаевич. Одних только пленочных фотоаппаратов. Здесь 23 штуки. Заядлые коллекционеры могут позавидовать с такому внушительному набору антикварных вещей. Для самого Уланового музей это не просто набор раритетов. Это история семьи. Театр начинается с вешалки, а экспозиция Владимира Николаевича – с семейной прялки. Я ездил в свою деревню и там увидел, услышал. Мне с детства понравилось, почему-то эта прялка. На самом деле она интересная какая-то. И в памяти у меня осталось, и я узнал у двойной сестры, что есть у нее такая прялка. Ее дети, мне ровесники, они помогли. И своей матери, чтобы она отдала мне. И сколько ей лет примерно? Ну, сто, наверное, около ста лет. Потому что раньше так, женщины пряли. Вот как есть она, пока естественная. А сама прялка, она действующая? Получается, она работает? Работает. Вот я могу даже нажать, как лапти упадут мне. А еще в одном из шкафов стоит портрет отца Владимира Уланова, с которым его внук на протяжении трех лет ходил в бессмертный полк. Прошлое здесь становится видимым и осязаемым. На мгновение оживает в улыбках родственников на поблекших фотоснимках, отражение в линзах советских очков, в датах на военных удостоверениях, в потухших фитерях керосиновых ламп, замерзших звуках струн старой гитары и звони медного колокола. За все время существования в музей побывали посетители из нескольких городов России. А вот из Саранска ходят не так много, как бы хотелось. По-советски уютная атмосфера, чистота и антиквариат не оставят равнодушным никого. Поддерживать порядок в семейном музее Владимиру Уланову помогают сыновья и внуки. Я всегда был рад помочь дедушке за любой его просьбой, то есть уборка, помочь экспонаты принести. Мы на зиму, чтобы экспонаты не испортились, их переносим домой. И всегда этим я помогаю, занимаюсь. Честно говоря, были какие-то мысли, то есть продолжить дедушкино старания, то есть рассказать людям об этом, то есть может быть куда-то перевезти, может быть показать кому-то. Я всегда стараюсь своим знакомым и друзьям рассказать, что у меня у дедушки есть такой музей, то есть все люди удивляются, говорят, то есть вау-ва, можно приехать посмотреть, я всегда рад помочь и никогда не отказываю. История жива, пока о ней помнится. Создатель музея свои экспонаты не продает. Да и зачем? Собирал и восстанавливал по крупицам страницы прошлого не ради денег, а для души. Так что в погоне за настоящей историей, эстетическим и культурным просвещением приезжайте на ТЭЦ-2. Владимир Уланов ждет своих посетителей. Здесь всегда рады добрым людям, умеющим ценить прекрасное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова